Те, кому за 30 и 40 лет помнят, как в конце 80-х, начале 90-х годов мы с интересом наблюдали за международными спортивными трансляциями, где в перерывах выступали девушки группой поддержки с необычными украшениями в руках. Тогда никто не мог подумать, что через каких-то 15-20 лет этот вид показательных выступлений будет выделен в отдельный вид спорта под названием чирлидинг. Смотрите об этом в нашей программе мировлечений на канале Губерния. Первую команду чирлидинга увидели в Москве в 1996 году, а через два года зарегистрировали Федерацию чирлидинга России. 9 лет понадобилось, чтобы новое движение поддержки спортивных мероприятий распространилось по регионам нашей страны. Так, в 2009 году в Самаре была создана Федерация чирлидинга. Активное развитие мы начали в 2012 году. Было в начале, естественно, немного команд. На первых соревнованиях было порядка трех команд Самарской области. Всего было 12 команд. А сегодня у нас уже почти 50 команд представлены на наших соревнованиях. Нынешний открытый чемпионат области по чирлидингу вызвал большой интерес у клубов из многих городов по Волочи. Приехали команды из Ульяновска, Волгограда, Сызрани, Тольятти и других городов губерний. В качестве награды команды, занявшие первые три места, получают право на участие в чемпионате России. Движение чирлидинга в новой современной форме зародилось в 70-х годах прошлого столетия в Америке. Однако специалисты утверждают, что заокеанская страна лишь вспомнила давно забытое старое европейское и русское движение групповой показательной гимнастики с элементами акробатики. Чирлидинг на самом деле имеет и русские корни в том числе. Было такое направление, как сокольская гимнастика. В принципе, там также было и построение пирамид, и акробатика там была. Поэтому само слово «чирлидинг», конечно же, пришло к нам из-за границы. Но с точки зрения именно наполнения у нас уже база была для этого. Сокольская гимнастика, зарожденная в Чехии в конце 19 века, активно распространилась и получила свое продолжение в России на рубеже 20-го столетия. Современная европейская гимнастика, так же как и гимнастика России начала 20 века по своей эстетической направленности многим обязана сокольскому движению. Суть ее заключалась в исполнении упражнений с предметами. Так же упражнений на снарядах и особо популярным были массовые показательные выступления с привлечением большого числа участников, исполняющих упражнения и пирамиды. Сокольская гимнастика в России была особо популярна в военных училищах и кадетских корпусах. Известное пословице гласит «Все новое, хорошо забытое, старое». С 2007 года чирлидинг в мире становится отдельным видом спорта. Принимаются правила, что-то меняется, что-то остается в неизменном виде. В стране и в частности в нашей губернии появляются специалисты и профессиональные студии, которые хорошо разбираются в правилах и нюансах судейства. По каким критериям судится соревнование? Там есть порядка 20 критериев. Все критерии технические, то есть это, если это прыжки, это частота прыжков, это сложность элементов, то есть насколько высоко, насколько хорошая растяжка и так далее. То же самое касается шпагатов, то же самое касается, то есть есть элементы руками, которые должны быть выполнены, насколько они сложные, насколько они чистые. И есть ряд критериев, которые сказываются на зрелищности, на общем балер. То есть это присутствие поддержек, опять же и ходность, динамика, и это перестроение, то есть насыщенность программы именно сменами ракурсов, уровней, перестроений и так далее. 50 команд, 50 выступлений. Каждая выбирает свою дисциплину. Ограниченное время на танец. К примеру, самая простая танцевальная категория – чир-данс. Детям даются 2 минуты, юниорам и взрослым – до 3 минут. Самая сложная дисциплина с элементами акробатики – чир и чир-микс дисциплины. В этих программах перед началом обязательно речевка. Повторяйсь, не чистай! Чир-микс дисциплина! Чир-микс дисциплина! АПЛОДИСМЕНТЫ Чир-лидинг – спорт для молодых. Хотя организаторы не исключают, что в скором будущем им можно будет заниматься тем людям, кому за 40 и 50 лет. А пока на состязаниях по чир-лидингу правит царство молодых. Попадая в атмосферу праздника, забываешь о проблемах жизни за пределами спорткомплекса. Наверное, поэтому чир-лидинг стал популярным видом спорта. И наблюдать за детьми в красочных формах одежды – одно удовольствие. Кстати, по форме одежды тоже и есть свои ограничения. Форма одежды. Как вы выбираете? Почему у всех разные формы одежды? По каким критериям? Ну, тут критерий нет. Главное, чтобы тянулась и была удобной. Чтобы не было голых животов, этих кубков. А так, в принципе, кому какая нравится. Однако иногда команды ищут форму по определенной тематике. Форму кто вам придумал? Тренер. А почему именно такая форма? Потому что по программе мы военные. Военные. А танец имеет какой-то смысл у вас? Или просто так, как бы набор движений? Ну, да, я думаю, имеет. У нас движения такие, помню, четко, как у военных. Тир-лидинг набирает популярность. Все больше организуют спортивные школы в городах и районных центрах Самарской губернии. Это откуда вы? Город Сызрань. А, город Сызрань, да? Ну, скажите, на сколько у Сызрань не развит этот вид спорта? Ну, этот вид спорта у нас развивается уже третий год, как начали. И мы единственные представители в городе Сызрань. На данный момент у нас занимается около 50 детей. Это две команды. И плюс у нас есть группа поддержки футбольной команды Сызрань 2003. И сейчас мы будем проект организовывать на ледовой арене выступать. На коньках, что ли? Ну, нет, на коньках мы не будем, конечно, но девчонки с помпонами будут танцевать. Это сейчас, как вы думаете, мода, веяние времени? Вот что это такое сейчас? В России вообще черлидинг уже более 10 лет. Поэтому думаю, что если бы это была мода, он бы давно уже за три года уже исчерпал бы себя. Так что, скорее всего, это уже новый вид спорта в России. Так получается, что в России черлидингом занимаются в самом девушке. Парней на танцполе видеть можно крайне редко. Хотя за рубежом существуют команды, состоящие только из юношей. Николай Бондаренко приехал в Сызрань из деревни в Ульяновской области. Поступил в колледж, случайно попал на тренировку по черлидингу. Меня пригласил просто друг. Я решил сначала посмотреть, а потом мне просто понравилось, и я решил остаться. Все. Вот традиционно считается, что это все-таки женский вид спорта. А сейчас как бы меняется отношение к нему, и насколько вот все-таки парни пойдут к нему или нет? Ну, я не знаю. Это все зависит от того, как ты к нему относишься. Мне, например, нравится, я буду ходить. А если кому-то не нравится, он не будет ходить. А так-то изначально он был именно мужским видом спорта, а не женским. Это потом уже, в будущем, он стал, и женщины в нем стали принимать участие. Основная функция у ребят – это выполнить поддержки и силовые акробатические элементы. Черлидинг включает в себя многофункциональную нагрузку, но можно увидеть множество элементов разных танцевальных стилей, как, впрочем, и акробатику, элементы гимнастики и многое другое. Черлидинг уникален тем, что здесь нет ограничений по весу и росту. Можно сказать, этот вид спорта довольно быстро завоевал пальму первенства в молодежной среде и становится все больше популярным в губернии, стране и мире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова